Девять месяцев зимы малоподвижный образ жизни. Как итог усталость, апатия и проблемы со здоровьем. Всемирная организация здравоохранения рекомендует хотя бы 75 минут интенсивной активности в неделю. А что если за это время мы сходим дважды на часовую тренировку? Да мы же переплюнем все нормативы. Спортом нам важно заниматься всегда. А почему стоит сделать упор на этой зимой особенно? Ну, во-первых, зимы у нас на севере долгие. Мало кто заботится о питании своем. И для того, чтобы расход, приход энергии был на одном уровне, то есть, конечно, нужно заниматься небольшой физической нагрузкой. Это может быть просто легкая кардионагрузка, да, это могут быть пешие прогулки элементарные. Можно выбрать буквально 3-4 упражнения на все группы мышц. Это базовые, стандартные упражнения. Может сделать как новичок, так и уже продвинутый. Чуть-чуть мягкие оставляешь коленочки. Все, пояснички естественный прогибчик, таз отводишь назад, как будто ты садишься на стульчик. Все, поехали. И раз, хорошо. Кстати, еще тренер рекомендовал ходьбу. Это гораздо полезнее, чем бег. Вряд ли получится себе навредить, если сильно ускоряться не будете. Зато удовольствие это бесплатное. Всегда можно найти на него время. Главное теплее одеться. Ну, а если занятия в тренажерном зале и даже ходьба кажутся вам сложными, ну, а что, бывают такие же ленивые, как я, на токсины работаю и обратно, тогда предлагаю совместить приятное с полезным и отправиться на каток. Такую форму активности можно даже считать за развлечение, и мозг точно не будет сопротивляться. Это очень красивый вид спорта, это во-первых. А во-вторых, укрепляет здоровье, иммунитет, закаливание. Спортсмены у нас занимаются в футболках. Когда они разгоряченные, теплые, мы им позволяем, и они катаются в футболках. Конечно, люди, которые приходят покататься просто так, они одевают более потеплее. Кофточку, курточку. Держим равновесие, держим спинку. Нос вперед. Самое главное. Смотрим вперед. Ну и потихонечку толкаемся вправо-влево. Рядом с этими юными профессионалами чувствуешь себя, конечно, неловкой и неуклюжей. Да, тяжело выходить из зоны комфорта, но главное помнить, что красивая фигура, крепкое здоровье и, главное, нервная система – все это побочное действие активного образа жизни, поэтому не пренебрегайте. Милана Федорова, Данила Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова